Филиппинское блюдо Геннатан Манок. Курица в кокосовом молоте. Чикен Геннатан. Собственно говоря, сам чикен. Сам чикен, чеснок, имбирь, лук, лавровый лист, давленый перец. И далее в списке последует уксус, соевый соус и коконат милк, что является для этого блюда непременным ингредиентов, шпанали. Так, традиционно чеснок вышел первым, после того, как он начал приобретать коричневый цвет, имбирь. Чеснок окончательно не проверил вкус. Все для вкуса. И пошло. Я сюда сначала бросаю что для доба, что для этого блюда. Немножко курицы, чтобы она хоть чуть-чуть зажаялась, потому что потом она будет просто тушиться. Но если курица не прижарится сама, прижарится сок, который из нее выделился, то уже создаст какую-то вкусовую гамму, немножко отличающуюся от тушено-вареной курицы. Вот уже на дне получается прижаренный сок. Дальше можно запускать все остальное. Вместе с курицей пошел выдавленный перец и лавровый лист. Лепецы почему-то сюда бросают сразу в лавровый лист. Ну, я тоже решил сегодня так сделать. Обычно я в лавровый лист в конце добавляю, потому что отдувого, так сказать, приготовления он лучше не становится. Просто горечь выдает какую-то большую. Так, теперь надо дополнить все составляющие. Лепецы некоторые уксус вводят, а тут некоторые нет. Ну, я вот буквально вот такую сервировочную ложку одну. Соевый соус тоже не все. Я уложу. Раз. Два. Здесь приблизительно две хороших столовых ложки помещаются в этом сервировочном. Курицы здесь. Две курицы. Чуть-чуть больше, но без крыльев. Крыльев я отделил на крылышки отдельно. Короче, мяско и кости. Что теперь? А теперь, собственно говоря, сам коконат милк. Так, вот у меня прохладно. Масло замерзло вверху. Внизу должна быть еще водичка. Вот водичка. Если было тепло, оно бы все вылилось. Ну, а так вот получилось густоватенько. Так как соевого соуса недостаточно. Еще соли. Добавляем еще одну дочку. И для остроты нужно было в конце, но добавлю сейчас. Вот столько самбололика. Он разный, поэтому вариации могут быть разные. Может и заострить чем-нибудь другим. Необязательно чили пастой. Убавляю огонь. И теперь все это будет медленно тушиться до готовности. Иногда я буду переворачивать. И посмотрим, что там происходит. Все, можно накрывать. Сначала потихонечку кипеть. Ну, в зависимости от качества курицы. Это от 30 до 45 минут. В зависимости от того, какая курица. Жесткая или не жесткая. Но эти цыплята уже все мягкие. Думаю, минут 35 зала захватит. Давай. Все. Поехал дальше. Прошло минут 10. Перевернем. Поехал дальше. Чтобы все. Было погружено. Погружено. Далее. 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 И на всякий случай попробую. Достаточно солености. Такой приятный. Далее. Это потом посмотрю, потому что по концу жидкость должна уменьшиться, то есть выкипеть. Если нужно будет, я открою просто крышку, чтобы она быстрее выкипала. Вот так, видите, не так много я воды добавил к курице, и так много жидкости. Она же вес должна иметь, поэтому воды сейчас много жидкости. Она чуть выкипет, но все равно должна оставаться густой. Если будет недостаточно густой, я крахмалом закушу. Все, пока что все. Так, ну прошло минут 20-25, уже оттрою. Вот, курица почти готова. А вот жидкость темнороватая, она на соус не похожа. Пускай заготавливается вот так вот. А я, е-мое, так и хожу, так и снимаю. Это тоже, кстати, для съемок. Потом как-нибудь расскажу. Все, едем дальше. Ну что, весло время попробовать. Загустело, но... Я бы еще чуть-чуть подвести умный. Крахмал. Здесь приблизительно столовая ложка. У воды ложки прижим. У нас выглаждаем местечко. Чуть-чуть пристанем. Еще местечко сюда. Сюда. Все, теперь пробуем. Все good. Сейчас перцом притрущу, малыш. Все, накрываю, выключаю. И так, по слабому огне было. Остынет довольно-таки быстро. Ну, может, потом, минут через 3-4-5. Вообще сниму. Вкус такой очень приятный получился. На чекен карри напоминает. Но только больше... Ну, своеобразно. Как кокосовое молоко. Там, ты на 2-то, а на ракисное масло. А здесь кокосовое молоко. Немножко другой вкус. Вот, собственно говоря, все. Что у меня сюда? Еще. А, манго суп. Не стал уже снимать. Потому что делал я его, можно сказать, в торопях. Но в двух видах. Один для европейцев. Чекен. С курицей. А второй с рыбой. Курица и рыба добавлял уже с вчера. Осталась жареная рыба и курица. Ну, и картошка. Тоже, кстати, вчерашняя. Но сегодня я ее просто разжарю. Вот на такие. Кругляши режу. Она у меня такая плотная. Варится долго. Но не разваривается. Дольше. Ну, рис. Рис, салат. Ну, и макарон. Кто захочет. Вообще, он такой обед супер. И чекен генатан. По-филиппински генатан манок. Манок это курица. Генатан это способ приготовления. Генатан манок. Или морал генатан. По-моему, генатан манок. Чекен. Чекен генатан по-английски. По-нашему, как сказать, курица в кокосовом молоке. Курица в кокосовом молоке. Ну что, настроение у меня сегодня хорошее. Смотря на то, что дембель под угрозой. Ладно. Об этом вот то. Ну что, пришло время попробовать самому генатан. Вернее, уже кушать. Он выбирал любимых кусочков. Что называется, с косточек. Они, кстати, вкуснее. Да. Так как вы увидите, как вы видите тест генатан? Это реально? Да, это реально. Для меня, не знаю. Генатан для меня. Для меня это реально. Филиппиня. Это генатан. Генатан Манок. Генатан Манок. Генатан painting. Генатан. Генатан из письма. Генатан. Екатамонок, да? Екатамонок. Да. Перфектно для меня. Это как филиппинский. Окей. Да. Мунго. Но чикен с мунго. Я попробую. Я попробую. Ну что, если вы поняли, короче. Пульска это оригинал, если не совсем оригинал. Так что. Будет возможность, найдете пульсовое молотко. Сделайте. Не пожалеете. Генатамонок. Курица в кокосовом молоке. Вот наряду с этими ингредиентами, которые сейчас идут на экране, филиппинцы обязательно добавят в конце сайотте, зеленую папайю, или траву конконг, кусочки ананаса. У нас, конечно, этого кроме ананаса ничего такого не достать. Чтобы блюдо было такое более эстетичное и симпатичное, можно добавить туда отдельно сваренное брокколи, кусочки стручковой фасоли, или чили перец без семян. Тогда это будет более эстетично смотреться, не так уныло. У меня всего этого не было, поэтому вот так чисто голая курица в кокосовом молоке. День 3 Продолжение следует...